Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня будем тестировать новинки Фаберлик. Доброе утро! Мы только проснулись. Таким вот шухером на голове я просыпаюсь. Сейчас будем тестировать кофе. Лик! Создала свой франч-пресс. Кофе варить не буду, девчонки. Не уговаривайте. Я люблю вот так. У меня турки нету, но даже если была, я люблю во франч-прессе заварить. И красота. Так, вот у нас с вами кофе. Доброе утро. Кто-то вчера написал в комментариях, что он немножко горчит. Сейчас все проверим. Я вчера распечатала, долго не могла понять, как муж помог. Здесь зип-замочек. Спасибо вам, что просветили про этот клапан. Но мне кажется, все-таки из него сыпалось, потому что больше неоткуда, девчонки. Неоткуда больше. Из клапана-то пахнет классно. Это ладно, но когда открываешь пачку, это вообще что-то с чем-то. Это невероятный аромат. Можно вот один раз понюхать, и все, ты уже проснулся и взбодрился. Прям красота. Сейчас я достану ложку, и мы вместе с вами посмотрим. Неудобно одной рукой. Потому что помол девочки вы просили показать. Много девчонок писали. Так, аккуратно. Я сейчас насвинячу. Много девочек написали показать помол. Смотрите, девчонки. Так, сейчас свет поймаем. Мелкий помол. Сейчас посмотрим, как в кружке будет оставаться. Не будет, да, видите? Хорошо вам видно. Мелкий помол. Я сейчас, наверное, сюда забабахаю столовую ложечку такую с горкой и заварю. В следующем каталоге уже, девчонки, кофе дороже. Ну, конечно, я просыпаю мимо. Хочу вам помол показать поближе, да? Сейчас поменьше оставлю на ложке. В следующем каталоге на 100 рублей дороже уже этот кофе. В зернах так же, а этот уже на 100 рублей дороже. Вот, видите? Все, ну, грубо говоря, столовую ложку я сюда положила. Мне кажется, это будет достаточно. Кофе насыпала на стол. Красота. Заливаем кипяточек. Не сильно много. И пусть он у нас пока постоит, заварится. Ну, что, кофе постоял минут 10. Я взяла специально кружку, чтобы внутри была белая эта кружка футерлина, кстати. Сейчас я одну штучку сюда подсластитель. Вот такой у меня. Так, все. Как сказала одна моя знакомая, чтобы раскрыть полностью аромат кофе, нужно обязательно, аромат и вкус, нужно обязательно добавить хотя бы щепотку сахара, да? Так, и наливаем с вами кофе. Я сейчас разбавлю кипяточком. О, аромат невероятный. Ну, вот по аромату, судя, да, это прям крепость-крепость. Так, что здесь осталось? Здесь много осталось еще, видите? Мусора, так скажем. То есть скраб для тела кофейной с вами тоже будем делать однозначно. Я когда раньше молола кофе, постоянно вот этот жмых собирала и делала кофейный скраб. Я пью кофе с молочком. Сейчас я добавлю еще немножко кипятка. И, наверное, девчонки, нет. Я сейчас без молока попробую, чтобы вам сказать вкус. Поэтому разбавлю холодной водой сначала. Потом чуть-чуть молока добавлю, чтобы вам рассказать. А то сейчас молоко все вкусовые ощущения перебьет. Ну что, пробуем. Вкусно. Вкусно, действительно вкусно. Горчит. Я бы не сказала, что есть какая-то горечь. Горечи я не чувствую. Терпкость, крепкость, да, чувствую. Но и то не сильно прям. Я думала, будет сильнее, если честно, вот по запаху, по аромату кофе. У меня нормально. Вкусный, хороший кофе. Я брала в зернах разный. Достаточно дорогой и бюджетный. Я бы сказала, средний, ближе к хорошему, качественному кофе. Мне нравится. Мне пока все нравится. Приятно пить очень. Я горчинки никакой не чувствую. Очень даже приятненько. Вкусненький кофе. Сейчас с молочком будет прям вообще огонь. А с молоком я уже вообще практически не чувствую ни крепкости, ни терпкости. То есть можно было бы заварить покрепче на самом деле. Но я пока не буду рисковать, чтобы давление не шибануло. И так очень вкусно. Я довольна. Мне кофе нравится прям. Поехали дальше. Какой у нас с вами распорядок? Сейчас будем красить волосы оттеночком 5,46. Мне кто-то из девочек написал в комментариях, что красились в этот цвет и получились очень красные. Но у меня такого не будет, потому что у меня достаточно темная база. Но все равно интересно. Будем с вами тестировать крем АСЕУ. Активный крем для лица. И чтобы не быть голословной, девчонки, я его уже наночь наносила. И что хочу сказать. Очень комфортно. Почему-то некоторые писали в комментариях, что для сухой и нормальной кожи на холодное время года нет. Он быстро впитался. Я вам расскажу попозже один лайфхак. Вообще по нанесению кремов правильному. Так. Ну что. Сейчас я буду мыть волосы ботаникой. Хочу сделать на мокрые чистые волосы окраску, которую мы в заказе с вами обозревали позавчера. Это шампунь Глубокое очищение. Вот этот вот в новом формате облепихом жирен. Мне очень нравится, как пахнет. Многие девочки писали, что им не подходит шампунь и Фаберлик, и есть зуд. У меня только от линейки Эксперт, который разноцветный зуд. Многие девочки писали, что были приятно удивлены. И тем, что такие бюджетные шампуни, долго их не брали, кстати, тоже долго не брала ботанику, наверное, первый год. Потому что, ну, за такую цену, думаю, шампунь будет так себе. Прекрасные шампуни, вообще просто отличные. Девчонки, кто еще не брал, кто не нашел свой шампунь Фаберлик, я вам прям рекомендую присмотреться. Рекомендую от чистого сердца, потому что действительно достойные шампуни. И если на распродажах еще на ваших складах бывает Арктика шампуни, то вот там вообще великолепные. Так, ну что, мою голову. Краска у нас 5,46, артикул 180,31. Ну что, погнали. Я буду основное масло наносить на корни, а потом немножко протягивать по длине. А в краске перчатки есть отличненько. Здесь у нас сам флакон с краской, бальзам завершающий этап. И окислитель. Сейчас посмотрим, какой. Шестерка. Ну ладно, благо хоть не девятка. По кофе еще раз. Мне кажется, гораздо насыщеннее, ярче будет вкус, если его варить, девчонки. На самом деле. Даже постоял он у меня недолго, не так насытился. Вкус достаточно мягкий. Жалко, что, знаете, нет такого формата пробника, чтобы каждый мог попробовать. Потому что, ну, я на самом деле не кофеман была раньше. Я никогда не пила ни кофе, ни чай. Серьезно. Я вот с утра в холодное время в годы могла пить воду с лимоном, с медом. Ни кофе, ни чай не пила много-много лет. Это вот относительно недавно. Мне как-то вот так вот периодически хочется кофе. Покупала разный. Покупала зерновой, молола. И по мне это такой средний, достаточно приличный кофе. Но чтобы крепкость, крепость была получше, лучше, конечно, не френч пресс использовать, а варить. Да. Знаю, многие девочки взяли в зернах, потому что у них кофеварки. Да, кофемашины дома, точнее. Напишите потом, девчонки, как вам зерновой. Может, стоит его взять, может, он поинтереснее. Так, краску набодяжила. Сейчас будем смешивать. А вообще, одной пачки мне на всю голову сейчас, конечно, мало. Но так как я особенно сильно не хочу затрагивать кончики, они и так у меня не ахти. Мы будем с вами протягивать. Все перемешала, пока она такая серенькая. Так, сейчас с расческой схожу. Краска Эксперт, конечно, вонючая, да жути? Даже в темных оттенках. Но зато стойкая. И хорошо закрашивает седину. У меня как бы цель именно такая. Потому что отрасли очень длинные корни, уже сантиметра два-три. Седины смотрят света, естественно, не айс. Краска почему-то, девчонки, сиреневеет. Не знаю, передает вам камера, нет, но она сиреневая сейчас. Очень хорошо. Сюрприз будет. Надеваем перчатки. Я уже показывала вам неоднократно, как я крашу волосы. Многие говорят, что на данный момент у меня красивый оттенок на волосах. Кто спрашивал, девчонки, последний раз была краска Лориаль 8.1, по-моему. А перед ней Фаберлик Эксперт 7.1 плюс 8.1. Это приблизительно вот такой цвет на темную базу. Потому что, конечно, все зависит от вашей базы. Можете взять ту же самую краску, но у вас получится совершенно другой результат. Имейте это в виду. На темную, достаточно темную базу 7.1 плюс 8.1 он вот такой вот интересный дает карамельный оттенок. Сейчас по проборам вот так нанесут на корни. И потом расческой протянем. И под конец можно еще чуть-чуть проэмульгировать. Девчонки, ну, вы видите, здесь красный. Я вижу сиреневый. Такой насыщенный сиреневый. Может быть даже, знаете, такой черешневый, что ли, цвет. Мне кажется, красивый будет отлив, когда смою. Посмотрим. Промазала всю голову. Сейчас немножко кончики оставшейся краской помазюкаю. В принципе, хватило. Растянула. Но цвет пока сиреневый. Очень интересно. Сейчас уже начинает краснеть. Нормально через минуту 7 получается. Все промазала, заколола. Видите, уже красный оттенок. Сиреневый западает. Красный. Посмотрим, что будет дальше. Теперь будем умываться. И крем-осел сейчас расскажу про него. Так, для умывания. Где моя щеточка? Я использую корейскую умывашку. Все-таки она мне лучше всего высветляет. Вот это вот бренд, девчонки, Planet Base. Вот такая. В последнем обзоре косметики я вам ее показывала. Смачиваю щеточку вот эту сфикс. Вот это вот сочетание делает гораздо светлее мои пигментные пятна. Да, вот видите вы их сейчас. Сейчас как следует очистим кожу. И по поводу кремов. Чтобы они лучше впитывались. Не оставляли жирного блеска. Чтобы лучше на коже работали. Кожу нужно очищать. Если вы, допустим, вечером, да, выполнили привычный свой ритуал очищения кожи. Смыли косметику мицелляркой. Умылись просто водичкой после мицеллярки. А некоторые ее, я знаю, не смывают. И нанесли крем. У вас ничего не будет работать. И ничего не впитается. И тогда, естественно, на вашей коже будет жирный блеск. И могут возникать даже подкожники. Если вы кожу свою хорошо очистили. То есть после мицеллярки. Прошлись еще какой-то умывалкой. Пенкой, гелем, муссом. Как следует. Возможно сделали скрабик. Или скаточку какую-то еще. Ваша кожа чистая. То крем впитается моментально практически. И он как следует поработает на вашей коже. Коже его просто съест. Но плохо очищенной кожи эффекта не будет. Вот некоторые покупают крем. Антивозрастной. Или еще какой-то. Говорят, ой, он не работает. А возможно дело даже не в креме. Нужно просто как следует очищать кожу. Чтобы поры ваши были открыты. Вычищены. И продукт как можно глубже проник в слои кожи. Я заметила это уже давно. Вчера нанесла на ночь АСИО. Чтобы не быть голословной и дать вам уже полноценный отзыв. У меня по сути вообще кожа комбинированная. Но так как сейчас я ее хорошо очищаю, хорошо за ней ухаживаю. Она у меня пока нормальная. Редко когда возникает блеск в Т-зоне. И сухости нет. Если крем подобран правильно, уход подобран правильно, то сухости ничего не будет. Нанесла крем после очищения. И где-то не сразу. Нет, я не могу сказать, что он прям как дневной крем крутой какой-то. Но если вы сразу куда-то выходите, он впитывается не моментально. То есть должно пройти несколько минут. Но минут 5 точно. Через 10 минут уже вообще кожа выглядит отлично. У меня кожа его съела. Да, вот с моим типом кожа. Она просто его съела, впитала. Да что ж такое. От краски уже задыхаюсь. Волоски и щетки вылезают. Единственный минус у нее. Вот у меня кожа его съела просто. И через 10 минут по факту никакого жирного блеска вообще нет. Кожа очень мягенькая, сияющая. Приятно прикасаться, прям бархатистая. Вот мне понравилось. И на утро сегодня. Опять же, я сужу по тому, как кожа выглядит на утро. Все прекрасно. Кожа выглядела замечательно. На утро все отлично. Никаких проблем. Никаких высыпаний. Никакого жирного блеска. Хотя сейчас спать, допустим, у нас жарко. То есть я даже раскрываю все время ночи. Потому что еще топят. На улице уже относительно тепло. Во время сна потеешь. Но даже несмотря ни на что на это, никакой закупорки пор, ничего не произошло. Мне понравился очень крем. Сейчас будем наносить. Смывать все умолчить. Кожа посветлела. После наношу тонер Биоглу. Он мне просто перелит сюда в бенок. С карбиночкой. И уже кремушек. Еще вчера постирала. Девчонки решили потестировать. Постирала белье средствами детскими. Кондиционер и гель для стирки детского белья. Из вот этой серии Baby. Понравилось. Вы знаете, кондиционер на самом деле оставляет запах на белье. Чему я несказанно рада. Он очень деликатный. На самом деле деликатный. Белье достаточно мягкое. Гель для стирки тоже со своей задачей справился. Поэтому мне эта серия нравится. Я довольна. Так, все, впитался. Немножко тонер. И берем с вами кремушек iCell. Артикул 02-27. Взяла его по советам вашим же. Для борьбы с пигментацией. У меня, слава богу, новые пятна не появляются. Но те, которые появились в один день, они вот есть. Поэтому я с ними и борюсь. Насколько он эффективен, покажет только время. А пока тестируем. Он густой. Он очень густой. Он как сливки, может быть. Да, я рукой залазил в баночку и ничего в этом не вижу страшного. Это мой крем. Я его достаточно много наношу. И все, я от краски уже кашлятничала. И несмотря на все это, он очень хорошо впитывается. Сейчас вы все с вами увидите. И никакого жирного блеска за собой не оставлять. Мне очень нравится одушка. Я почему-то чувствую сейчас здесь ландаж, девчонки. Не знаю почему. Такая одушка приятного кремушка. Навеки на все его наношу. Он не тает при соприкосновении с кожей. Он такой достаточно питательный. Текстуры. Еще могу сказать, у меня вчера тут сухость была. Немножко на носов той зоне. И он ее убрал. Что ценно. Мне кажется, он слегка матирует. Я не знаю почему. Он кому-то тяжелым показался. Это, наверное, если совсем прям жирная кожа. Но и то, я вам говорю, девчонки, если на очищенную кожу, на хорошо очищенную кожу, вот видите, он съедается все. Он моментально съедается. Кожа его впитывает. И все отлично. Вы просили показать уход за декольте еще. Здесь вообще никаких секретов нет. Я часто им тоже пренебрегаю. Из-за чего уж там говорить. Не всегда вспоминаю. В основном я это делаю, когда в ванне дохожусь. Лежу в ванне. Тогда я и поскрабирую зону декольте и шею. И масочку какую-то нанесу. Или альгинатную, или еще какую-то. Но не всегда это делаю. То же самое, что и на лицо. То же самое и на шею. Очищаете лицо, очищаете шею. Скрабики, скатки. Все то же самое. Масочки все сюда накладываем. Кремушки можно попитательнее. Поэтому здесь особенного ухода никакого нет. То же самое, что вы делаете на лицо. То же самое делаем и на декольте. Как правило. Крем практически впитался. Никакого жирного блеска нет. Есть пока сияние. Может быть легкая липкость. Это не липкость даже. Совсем легкая. Сейчас через 10 минут буквально кожа вообще заматируется. И будет как бархат. Поэтому крем отличный. Может быть прям на жару 40 градусов. Если у вас жирная кожа, конечно нет. А так моя кожа его съедает. Прям съедает. И ей очень нравится этот уход. Сейчас еще немножко подержу краску. Видите, она уже такая красная. И будем с вами смывать. Делать макияж новой тушью. Ну что, девчонки, вселась на балкон. Этот ветер завывает. Надеюсь, он вам мешать не будет. Чтобы вам было лучше видно. Краску смыла. Сейчас немножко посижу в полотенце. Потом уже покажу вам результат. Начинаем макияж. С чего я начинаю? Смотрите, осиул уже впитался к кремушек. Кожа невероятно гладкая. Бархатистая. Никакой липкости нет. Матовая. И слегка подсвеченная изнутри. Так, сейчас зеркальце себе поставлю побольше. Будем с вами тоже тестировать. И все время забываю, как он называется. Бронзер. Новый Аква до Портофина. Слушайте, ветер прям сильно забывает. Я сейчас, наверное, кошка закрою, а то вам мешать будет. Так, ну все, погнали. Значит, я беру кушон Баби Фейс. Наношу его вместо тонального крема. Он, кстати, мои пигментные пятна, солнышко мешается, перекрывает хорошо. Не было, не было, солнышко выглянуло. У нас сегодня тепло, плюс 16. Ну ветер какой-то, аж деревья, он гнется окном. Видите, он неплохо перекрывает пигментные пятна. Вот так вам лучше видно, нет? Мне кажется, солнце мешает. Сейчас она немножко скроется. Вот, скрылась. То есть перекрывающая способность у него классная. Но я заметила, знаете что? То, что он подсушивает немножко. В этом плане кушон АСЕУ мне нравится больше. Этот какой-то вот сухой. АСЕУ мне так не сушил кожу. Не то, что прям вообще сушит, но он суховатый какой-то. Так что пока действует программа Фаберлик Лайк, наверное, в следующем каталоге. Скорее всего. Я возьму АСЕУ себе кушончик и запас. Хотя я тут скоро кончается. Я не знаю, девчонки писали, что он у них быстро кончается. У меня по несколько месяцев. Практически ежедневно я сейчас пользуюсь им. И все отлично. На несколько месяцев не хватает. Поэтому, мне кажется, если по Фаберлик Лайк за 600 рублей его брать, то это совсем недорого. С учетом того, что для меня он лучше любого тонального средства. Ну, Фаберлик, по крайней мере. Так. Краснота он хорошо перекрывает покраснение пигментное. Пятна более-менее. Можно, конечно, еще консилер нанести. Но я не буду. Так, все. Тон придали. Все отлично. Теперь раскрошился хайлайтер. Не пойму, кто его разбил у меня. Смотрите. Из новой палетки. Капец. Куда-нибудь. Он вывалился. Слушайте, ну вообще, та же история классическая, как и в старой палетке. Он просто вывалился. Он всегда страдает первым в этой палетке из рефилов. Что в старой версии, что в новой. Контурировать не буду. Вы знаете, мне почему-то вот этот вот, из вот этой холодной палетки, контуринг, не знаю, как-то грязью на лице, что ли, смотрится. Мне не понравился. Мне гораздо больше нравился в старой палетке, либо вот в такой же палетке, только с теплыми оттенками. Поэтому я сейчас в основном одними румяшками вот так прохожу слегка. Без контуринга. В общем, румяными делаю контуринг. Значит, как-то он смотрится, знаете, как будто тут грязь какая-то на лице. Некрасивый, некрасивый оттенок. Там вот он немножко покоричневее и смотрится почему-то поблагороднее. Здесь мне что-то не понравилось прям. Мне очень хотелось взять скульптор в жидком варианте, но нет на центральном складе его. На верхний век то же самое наношу. И вот сюда. Слегка. И на нос. Другая сторона. Все то же самое. По той же схеме. Самый быстрый макияж. Самый быстрый, мне кажется, самый красивый. Солнышко, не надо. Так. На веко. И сюда. Все готово. Так, что у нас с вами дальше? Дальше. Сейчас нижний век сразу подведем этим же оттенком. Но пополам. Здесь уже с контурингом. Румяшки и контуринг. И я хочу попробовать на верхний век все-таки нанести запеченный бронзер. Но попробую, конечно, на щечки. Но мне кажется, будет просто такое легкое сияние. Не более того. Какой-то он бледноватый. Хотелось бы, конечно, чтобы он был поярче. Не знаю, почему поярче не сделали. Почему они так похожи с хайлайтером? Вытворяет фаберлик в последнее время. Что? С кистями с новыми намудрил. Что с бронзером. Какой-то он слишком уж деликатный. Все, нижний век подвела. Кто не смотрел распаковку заказика, рефил отсюда выпил сразу. Я его еще так и не приклеила. Не знаю, давайте попробуем на щечки. Я большой кисточкой вот этой. Но вы ничего не увидите точно. Потому что я ничего даже не вижу. Легкий бронзовый блеск. Да, вот если хотите слегка подсветить свое лицо. Легкий бронзовый блеск. Девочки, для меня это хайлайтер. Для моего цвета типа кожи. Я не знаю. Смотрите на солнышке. Вот вы видите, как играет. Все, и солнышко сразу спряталось. Вы ничего не увидите, потому что... Потому что, да. Можно по всему лицу. Прям вот так вот чуть-чуть. Ну, не знаю, что это даст. Мне кажется, только в роли теней он у нас и подойдет. Потому что оттенок, в принципе, красивый. На верхнее веко. Можно, кстати, влажным способом будет поярче. Попробовать. Потому что все-таки это запеченный продукт. Ну, так неплохо мерцают. Вот как тени, да. Прям вот классно. Мне нравится. Видите? Очень здорово. Долго играющие у нас такие с вами будут запеченные тени. Он не рыжит. Потому что когда тени рыжат, мне вообще не нравится. Ну, мне так не идет. Вот такой вот достаточно красивый. Сыпучий во все стороны. Зараза. Видно вам, девчонки, как сияет? Если мокрым способом, наверное, будет еще лучше видно. Не на второе веко. Так, наверное, я его и буду использовать. Потому что на лицо. Ну, как хайлайтер тоже, возможно. Блесточек здесь много. Вот сейчас солнышко вышло. Мерцание вам должно быть видно. Какой ты сыпучий. Прям вообще. А так оттеночек для теней очень красивый. Прям освежает. Освежает и, мне кажется, подойдет прям под любые глазки. И под зеленый, и под синий будет очень красиво, гармонично смотреться. Удачный оттенок. Так. Ну, мне нравится. Вот как тени, мне нравится. Надо их не приклеить только. Отвалился сразу же. Сейчас я карандашом коричневым 56-52 стрелку сделаю и вернусь. Так, все, стрелку сделала. Как тени мне очень нравится, правда. Теперь мы с вами будем тестировать тушь Push Up. Новую. Сводчик в предыдущем видео на все продукты. На помадку новую. И сейчас посмотрим. Я не очень люблю вот такие вот кисточки. Слушайте, на этом не силикон ли? Мне просто одна девочка в комментариях написала, что это силиконовая щеточка. Надо в описании посмотреть. Просто здесь много-много ворсинок. Мне показалось, что она фибровая. Вот так пальцем трогаю, вроде и силикон, слушайте, да. Вообще, я такие кисточки не очень люблю, но сейчас попробуем. Тушь прям эту нахваливали. Что и поднимает, и держит форму. Сейчас посмотрим. Солнце. Ну, не мешай нам. Разделяет, без комочков. Ложится на реснички равномерно. Пока. С первого слоя. Да? Пока нравится. Сейчас дальше будем. Ну, солнце. Вот хочется показать вам при естественном освещении. А нет. Не получается. Так, пока нормально. Так, сейчас второй глазик. Вот ушло. Пока очень неплохо даже. Ну, по крайней мере, разделяет без каких-то косяков. Но нужно время. Я тоже на лонг ин стронг вам давала хороший отзыв. Она мне очень вначале понравилась, да? Прям, ну, здорово. И удлиняла, объем создавала. А потом, как-то спустя какое-то время, видишь, что ресницы начинают, во-первых, опадать. То есть он их не держит подкрученными вверху. Они как-то вниз сразу начинают смотреть. И очень быстро паучьи лапки стали получаться. Поэтому нет, конечно, лонг ин стронг я больше не куплю. Недавнюю новинку нашу, да? А вот этой туши можно достаточно естественные реснички сделать в один слой. Видите, да? Неплохо, неплохо. В принципе, кисточке удобно работать. Я думала, будет хуже. Сейчас второй слой. Второй слой нанесу и вернусь. Слушайте, ну прям неплохо. Я не скажу, что она очень круто как-то фиксирует, а мисс Кёрл фиксирует лучше. Да? Артикул туши 5819. Ну вот с двух слоев, смотрите, достаточно объемненько. И удлинение есть, и подкручивание есть. Неплохо. Мисс Кёрл, конечно, фиксирует лучше. Они прям такие сразу становятся силиконовые. Мне кажется, если еще подкрутить щипцами реснички, вообще будет здорово. Смотрите сами вот. Вот из двух слоев. Ее хочется и хочется наносить еще и еще, потому что более-менее делает такой естественный вид. То есть даже при наслаивании, смотрите, они не слипаются. Все нормально в этом плане. Поэтому пока зачет. Будем смотреть, осыпается или не осыпается, как поведет себя спустя какое-то время. Это она еще не раскрасилась, и уже такой довольно неплохой результат, да? Мне нравится. Мне нравится. Хорошо. Все пока замечательно, все хорошо. И они естественные, они не слиплись никуда. Все прекрасно. Так. Все, помаду мы с вами тестировали в прошлом видео. Я сейчас не буду ее наносить. И свочи я вам все показывала, да? Хотелось бы только добавить, что своих денег по мне она не стоит. Вот не вижу смысла покупать за такие деньги помаду. Можно взять Кибайм. Там не чувствуются никакие частички. Она тоже очень здорово увлажняет губки. Такая с насыщенной пигментацией. Более насыщенной, чем в портофином она идет. И даже дольше держится на ваших губках. По факту с этой новой помадой портофина, она изнутри стирается быстрее, чем снаружи. Здесь получается такой размытый контур, слегка эффект зацелованных губ. И он держится уже контур подольше. А вот здесь вот как-то стирается. Достаточно комфортная, быстро съедается. Вот немножко там поговоришь, да? Ну, смотри, какой оттенок. Мой был видно несколько часов на губах, но опять же, почему-то по контуру изнутри нет. Не стоит она своих денег. По мне, девчонки, я не знаю, что там такого может быть, что помада почти 500 рублей. Так, смотрим на цвет. Я уже видела через полотенце, что я красная. Ну, не красная, нет. Сейчас на мокрых волосах красноватая такая. Камера делает вам ярче. Она хочет всегда прикрасить. Не, ну, слушайте, ну классненько. Я стала темней, однозначно, да? Корни все закрасились, ура! Все корешочки седые закрасились. Красный отлив у темных волос. Мне такое вообще идет. Я знаю. Хорошо, что не сиреневая получилась. Хотя сиреневая я была, мне тоже идет. Мне красивый оттеночек, мне нравится. Яркий, здорово. Сейчас посушусь, посмотрим, что получится. Ну что, мои красотки, как вам цвет? Такой же, как на упаковке. Прямо вот один в один. Мне нравится. Я прям в восторге. Равномерный. Корни закрасились. Прямо здорово. Сразу черты лица как-то становится ярче. Мне кажется, вот с таким цветом, не маршином. Да? Мне нравится, слушайте, вообще. Я прям в восторге. Супер. Пишите, как вам. Вот сейчас перед дневным. Классно. Я была уже ярко-красный, кто смотрит меня давно тут помнит. Но у меня до сих пор заставка на ютубе с красными волосами. Мне нравится вот этот отлив. И не красный, и не рыжий. Красиво. Очень красиво, ярко, сочно. Прямо сразу глаза выразительнее становятся. Губы, черты лица как-то. Я не знаю, мне очень нравится. Я пока довольна. Пишите, как вам. На этом буду видео заканчивать, мои хорошие. Если оно было вам полезно, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка на регистрацию всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Я с вами свяжусь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.